Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это CryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем, давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту PointGecko, и мы видим, что в основном рынок продолжает находиться в красной зоне. То есть цены на криптовалюты снизились значительно за последние 7 дней, конечно, сейчас происходит маленькая консолидация, но если посмотреть на изменения цен за последние 24 часа, мы видим, что Bitcoin снизился больше, чем на 1%, Ethereum тоже, на 0,3% снизился XRP и так далее. То есть вот видно, что практически весь рынок продолжает находиться под давлением. Итак, я хочу сказать, что вчера я обсуждал экосистему Биткоина, проблему масштабирования, предстоящий Bitcoin Halving, который должен произойти условно через 58 дней или в середине мая. И я, конечно, поделился своим взглядом, как эти события, эти факторы могут повлиять на цену или уже влиять на цену Биткоина. Конечно, вчера я их назвал внутренними факторами, то есть это те факторы, которые определяются изнутри, то есть это фундамент самой экосистемы Биткоина и криптовалютного рынка. И сегодня я прокомментирую внешние факторы, которые извне могут повлиять на цены криптовалюты, не на экосистему криптовалют. Конечно, об этом я уже немножечко вчера затронул эту тему, то есть я сказал, что в одном из своих следующих обзоров я поговорю о внешних факторах, которые влияют на криптовалюты. И давайте потихонечку я об этом начну. И на самом деле я начну с недавнего решения Европейского Центрального Банка по денежно-кредитной политике. Оно было опубликовано условно два дня назад, то есть 12 марта в четверг. И во время этого заседания по денежно-кредитной политике Центральный Банк Европы решил продолжить программу вливания денег в финансовую систему Евросоюза, Еврозоны. То есть они дополнительно приняли меры по смягчению денежно-кредитной политики, озвучивая дополнительный размер выкупа активов на сумму 120 миллиардов до конца этого года. То есть видно, что потихонечку вот эта ультрамягкая денежно-кредитная политика, она продолжается. И мы знаем, что ставки в Европе на историческом минимуме, вот на самом деле как выглядит ключевая процентная ставка в еврозоне. То есть мы знаем, что евро появился примерно в реальном виде в 2002 году, в начале 2002 года. Конечно, он появился в электронном виде условно в конце 90-х. Но вот исторически низкие уровни по процентной ставке в Европе. И я к чему? Вот это внешние факторы, которые могут повлиять на экосистему биткоина и на, я имею ввиду, на цену биткоина и на цены на криптовалют в долгосрочной перспективе. Вся вот эта ультрамягкая денежно-кредитная политика, которая проводится в мире, она влияет на цену многих активов. То есть, когда увеличивается количество денег в мире, рано или поздно это может привести к увеличению инфляции. И, соответственно, рано или поздно это может перенестись и на цены на криптовалюты. То есть это внешние факторы. Потому что мы же здесь, когда смотрим котировки, это в основном доллара, евро и так далее, котировки криптовалют. И когда эти центральные банки проводят вот эту ультрамягкую денежно-кредитную политику, покупательная способность вот этих фиатных денег может обесцениться. Это почувствуется. Это не почувствуется сразу. На самом деле это падение покупательной способности фиатных денег. Она идет. Но она пока еще идет более или менее нормальными темпами. Если это ускорится, там через 5 или 10 лет, за счет вот этой влитой денежной массы в глобальную финансовую экономику, это может перенестись на криптовалюты. И не только на криптовалюты, я имею в виду на многие финансовые активы, на золото, например, и так далее. На самом деле я хочу еще показать, что вот Банк Канады вчера, 13 марта, тоже во время такого внеочередного заседания, можно сказать, они снизили ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов. То есть это очень резкое снижение тоже со стороны Банка Канады. Давайте я это и здесь покажу, как выглядит цикл снижения, начавшийся цикл снижения процентной ставки Канады. В Канаде вот это заседание, которое произошло, практически одно произошло 4 марта, мы знаем, то есть они снизили ставку на 50 базисных пунктов от 1,75% до 1,25% И вдруг, неожиданно, 13 марта, то есть сразу после Европейско-Центрального банка, они снизили еще ставку от 1,25% до 0,75% То есть еще на 50 базисных пунктов. И вот оно практически это заявление, которое на самом деле произошло. Это вчера, в пятницу. Почему я на это обращаю внимание? Потому что вот центральные банки и крупные государства на фоне вот этой неясной экономической ситуации, которая складывается сейчас в мире И весь вот этот шум вокруг коронавируса и так далее То есть я не знаю, о чем речь идет, конечно, по поводу вот этих, я не эксперт в здравоохранении Но мы видим, что центральные банки, государства, крупные государства, они реагируют экономическими мерами, то есть стимулированием на всю вот эту неясность, сложившуюся неясность экономической в известной степени в мире То есть здесь написано вот коронавирус-19 То есть я на это пока еще не комментирую, имею в виду, я комментирую вот экономические меры, которые принимаются И на самом деле вот эта ультрамягкая денежно-кредитная политика Еще один раз я думаю, что в долгосрочной перспективе она повлияет значительно на денежную массу в мире Которая будет циркулировать в глобальной финансовой системе И, конечно, на цены на криптовалюту это может повлиять Поэтому я это называю внешними факторами И почему я это называю внешними факторами? Потому что вот проблема масштабирования, которая есть у биткоина, техническая проблема Даже при нерешенной проблеме масштабирования И чисто, как я вчера говорил, фундамент изнутри может не поддержать цену биткоина Но извне, из-за обесценки покупательной способности фиатных денег За счет ультрамягкой денежно-кредитной политики Это может спровоцировать рост цен криптовалют Даже при нерешенной внутренней проблеме масштабирования Вот это я хотел объяснить, что есть внутренние факторы, есть внешние Сегодня я хотел упомянуть вот эти внешние факторы На самом деле, в качестве сравнения и в качестве заключения Я хочу показать и рыночную капитализацию условно-публичных компаний в долларах Вот, например, график рыночной капитализации Вот этого общего глобального рынка, который дошел Вот здесь было 10 триллионов, например, в конце 80-х, начале 90-х Потом перед доткомовским кризисом было 30 триллионов условно Потом, ну, пузыр лоб, ну, была маленькая коррекция Потом рост Вот 60 триллионов было до начала глобального финансового кризиса Потом было снижение Сейчас был рост условно до 80 триллионов И сейчас, по последним данным, это World Bank То есть, мирового банка 68 триллионов То есть, почему я на этот график обращаю внимание? Потому что 68 триллионов – это рыночная капитализация условно-акции в мире А рынок криптовалют, он на данный момент имеет рыночную капитализацию 154 миллиарда Или это условно 0,15 триллиона Но по сравнению с рынком акции Криптовалютный рынок, оказывается, это крошка Это маленькая крошка То есть, это маленький, практически маленький рынок И когда денежная масса будет увеличиваться Чтобы спровоцировать рост на этом рынке Не понадобится много денег Получается То есть, чтобы этот рынок дошел до 1 триллиона Но, по сути, это будет колоссальный рост для цен криптовалют Но 1 триллион по сравнению с рынком акций Который там 60, оценивается в 60 триллионов 70, 80 Это вообще копейка получается Плюс, еще раз хочу сказать На мой взгляд, если покупательная способность денег Будет снижаться в долгосрочной перспективе Имеет в номинальной стоимости За счет вот этих ультрамягких денежно-кредитных политик Которая проводится по всему миру Эти рынки даже могут еще взбиться То есть, 67 триллионов Это может оказаться Давайте так сказать Некий уровень Остановка по пути Ишет к дальнейшему росту Вот это мой взгляд Который я хотел поделиться На сегодняшний день По поводу внешних факторов Которые могут повлиять на цену на криптовалют Конечно, это лично мое мнение Я просто поделился своим взглядом Каждый раз сам для себя решает Я буду рад, если вы поделитесь своим взглядом По поводу вот этих внешних факторов И если вы считаете, что они важны В качестве комментариев ниже этого видео А так, по-любому Всем я желаю хорошего дня Удачных выходных И до следующего взора с вами Как всегда, в этом я был Энкериктоспар